Здравствуйте, вы на канале Магия Полезные Советы. Сегодня поговорим о том, как снять с глаз и порчу себя в домашних условиях с помощью яйца. Если яйцо в течение трех ночей выглядит нормально, а из его желтка не выходят щупальца или пружины, мы прекращаем чистку, потому что у нас все в порядке с нами или вокруг нас. Если же мы видим извилистую гирлянду из белка и различных нитей, выходящих из яйца, мы повторяем процедуру семь раз. Снимать проклятие с помощью яиц должен тот, кому вы доверяете, но вы можете сделать это сами. Для этого вам понадобится свежее яйцо, стакан воды и немного терпения. Конечно, нужно сохранять серьезность и концентрацию, ведь снятие проклятия яйцом занимает довольно много времени – 30 минут. Снятие чар, заклинания и болезни яйцом. Для этого ритуала вам понадобится 1. Стакан воды, на 3-4 наполненный водой 2. Яйцо 3. Миска 4. Свеча, которую мы зажигаем, чтобы очистить или избавить человека от болезни. Это метод, который давно практикуется во всех культурах. По сей день его используют покупатели и перешептываются на востоке нашей страны. Очиститель просит вас удалить все металлические украшения и часы. Затем он делает знак Святого Креста на груди, шепчет слова молитвы или заклинания и только после этого берет яйцо в правую руку. Она держит его так, что ее пальцы охватывают их широким концом. Заостренный конец яйца должен указывать на макушку голого человека. Затем вы должны произнести слова, во имя Отца и Сына и Святого Духа, оставьте нечистую силу, здесь упоминаются имя и фамилия очищенного человека, и никогда не возвращайтесь сюда. Текст Агат и Берет. Нечистая сила, на мой взгляд, это все энергии, не связанные с любовью, которые плохо влияют на человека. Во время ритуала очищения яйца я использую описанные выше предметы, миски, стаканы с водой, яйца и свечи. Все эти инструменты моей работы имеют свое место в комнате, где я работаю. При выполнении ритуала можно сказать следующие слова. Господи, сделай так, чтобы во мне больше никогда не было ничего, кроме чистоты, правды и силы. Когда я очищу, я осторожно разбиваю скорлупу и говорю. В руке держу не скорлупу, а неприятности, еще раз упомяните имя и фамилию. По словам наставника, у которого я изучал этот метод, вы должны назвать даже имя человека, которого очищают, и я всегда так делаю. Раздавливаю ракушку и бросаю ее рукой в таз с водой, которую потом выливаю в унитаз. При этом я говорю вслух, прочь, нечистая сила. И перекрещиваясь в воздухе, потом долго мою руки в холодной воде, для этого использую соль и воду. Это защита от принятия чужой энергии и загрязняющих веществ, исходящих от другого человека. Я всегда это помню. Потом сажусь и смотрю на яйцо в стакане. Я получаю лучшую видимость, если ставлю стакан с водой на что-то выше и поворачиваю его против света, такое расположение позволяет лучше интерпретировать то, что мы видим. Желток всегда символизирует жизнь человеку и его внутреннюю часть, а белок – внешнее обстоятельство и влияние. По форме белка можно прочитать различные цифры, например гроб, крест. Если они очень ясны, они означают, что кто-то пытался вызвать смерть человека, очищаемого колдовством. Когда белок очень мутный и напоминает туман или облако, это означает, что кто-то, вероятно, использовал черную магию, чтобы заставить человека нервничать или психически больным. Отчетливые нити, тянущиеся от желтка к поверхности воды или пузырьки указывают на то, где болезнь находится в конкретных органах. Опытный человек, который долго снимает заклинания и чары, внимательно присмотревшись к стеклу, может даже заметить создавшего его персонажа. Простое очищение яиц У меня есть еще один способ чистки яйцом, который я слышал от другого человека. К сожалению, я не помню название и использую его с 1980-х годов. Метод прост, и вы можете сделать это самостоятельно дома. Рядом с кроватью, где мы спим, на тумбочку на тумбочке ставим стакан с водой, полстакана, в который втакаем яйцо. Если у нас нет прикроватной тумбочки, мы ставим стул или любое кресло, но оно достаточно устойчивое, чтобы во время сна стекло не опрокинулось, а яйцо не разлилось. Конечно, взбивают яйцо целиком, стараясь не взбить, оно должно быть твердым, а утром смотрим, что с ним происходит. Если на нас есть какое-то обаяние, сила плохого слова, болезнь, яйцо вырастет. Удивительно то, что мы иногда видим утром, когда смотрим на яйцо, которое ночью привлекало к нам плохую энергию. Иногда щупальца выходят из стакана, иногда прямо противно. После просмотра и интерпретации выливаем их и тщательно промываем стакан водой с солью. Если в течение трех ночей яйцо выглядит нормально, а из его желтка не выходят щупальца или пружины, мы прекращаем чистку, потому что у нас все в порядке с нами или вокруг нас. Если же мы видим извилистую гирлянду из белка и различных нитей, выходящих из яйца, мы повторяем процедуру семь раз. Нужно знать, что иногда желток бывает целым, тогда как яичный белок окружает весь край стакана и даже выходит из него. Это означает, что наш интерьер чистый и что он плохо поступает извне, то есть мы подвержены различным неприятностям со стороны окружающих нас людей. Здесь работает наша внешность. Если же белок чистый, а из центра желтка выходят разные нити и идут вверх к краю бокала или растекаются по нему, значит, внутри у нас не все хорошо. Нас могут мучить дурные мысли, преследующие страхи или мы больны, это то, что вы можете увидеть на желтке яйца, потому что, как я уже отмечал, желток – это наша внутренность. В очищении, семь процедур, делаем перерыв, надо немного подождать. Я лично очищался таким способом несколько раз и знаю, что люди, которых я рекомендовал таким способом, из-за удобства и простоты выполнения, также делают перерывы. Иногда очень долго, полгода и больше. Однако, если вы все еще чувствуете потребность в очищении, продолжайте это делать, пока не израсходуете все яйца, 15 яиц, затем вы можете закончить уборку. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всего доброго, до свидания.